Здравствуйте, мои дорогие! Кто вспоминает о вас? Ну, вот такая тема пришла нам. Кто вспоминает о вас и как? На злым тыхом словом. Так, кто-то вспоминает о вас. Кто же это? Так, кто о вас вспоминает? Ого, воспоминания такие мощные. Кто это? Кто это? А кто это? Что это за человек? Фигура. Покажите фигура. Вы с этим человеком давно как-то так основательно завершили, потому что, по сути, отношения шли хуже, чем в тупик. Они становились какие-то болезненные с этим человеком. Но кто это? Вот кто? Кто этот человек? Кто этот человек? Какой-то он мал для вас. По тому, кто... Как это было? Смотрите, я просто вижу, что отношения каждый рассматривал по-своему. Кто-то видел вот так должно быть, кто-то видел вот так. Но вот по вот этой карте я вижу, что это что-то кармически важное. И этот человек в вашей жизни присутствовал с каким-то определенным... С какой-то определенной целью с небес. Вы в его жизни, может быть, тоже, но здесь больше говорят о том, что вот он как-то в вашей жизни влияние имел, он ее обнулил, он ее как-то переделал. Но я вижу, что тем более вот этим своим отношением, таким каким-то, ну, легким. А с другой стороны, вам казалось, что это безалаберное какое-то отношение. Вот. Но каждый смотрел на эти отношения и друг на друга вот с какой-то своей стороны, да, с какой-то своей колокольни и оценивал только вот именно так, да. То есть не видя мнение другого человека, не слыша мнение другого человека, и не видя глазами другого человека, не стараясь даже войти в положение друг друга. Тут были какие-то разногласия. Так, но здесь у нас все-таки человек вспоминает вас. Почему вспоминает вас? Что он вспоминает? Давайте посмотрим, что он вспоминает. Конец вспоминает. Вспоминает то, как вы, ну, вот, какой-то конец между вами. Хорошо, как ты вспоминаешь? Для него это было просто трешово, больно. Очень-очень больно, говорит. Я вот вспоминаю какой-то момент, когда эта боль настолько была сильной, что вот десятикратный удар ножа не сравнится с тем, что вот я чувствовала тогда в своем теле. Это хорошо. Это он говорит. Что он думает о вас, давайте, этот человек? Что он думает о вас? Ну, что у вас, в принципе, вы такая размеренная и знаете, куда идете, что вы, что вы все правильно делаете, может, даже и так. Что это вы так вот решили, что он думает о вас, а вы его, ой-ой-ой. А он без вас не может. Человеку больно, и он не хочет расставаться с вами. Этот человек не хочет с вами расставаться. Он или она, вот кто здесь. Но здесь человеку больно от одной мысли, что вот вы расстались, завершили, а эти десять ножей оставили там. Никто их не достал, никто не вылечил ему сердце или ей. А что ты вспоминаешь? Хорошо. Что ты вспоминаешь? Вот что в твоих вспоминаниях? По сути, вспоминает отношения. То, как вы старались для этих отношений, а он не ценил, может быть. Или наоборот, ему так кажется. Вот как ты относишься к той, либо тому, кто смотрит. Сейчас, говорит, уже никак почти не отношусь, потому что сердце мое охладело. Но я вспоминаю с теплом. С добротой. А это на него, прямо вот это воспоминание, оно его кольнуло так почему-то, что вот это вот ледяное сердце отшельника, оно, оно начало болеть. А почему вдруг ты вспомнил? Ну, потому что было хорошо с вами. Вы наполняли этого человека. Вы были вместе, если вы там вместе просто были, чай пили, например, сидели там за столом, разговаривали о чем-то ему, либо ей, очень хорошо было с вами. Этот человек никогда не забудет то, как было хорошо с вами. Вот кольнуло все. Этот человек свяжется с вами, вот, скоро свяжется. А что напишет? О пустоте и холоде напишет на душе. Что напишет? О том, что не вернуть того, что ушло. Что напишет? Возможно, будут слова некоторые в этом сообщении, либо скажут, да, либо скажут по телефону, либо скажут кто-то при встрече. Какие-то колючие слова, но это как бесполезное махание, неумелое махание мечом. Человек, который вообще не умеет им владеть. Этот человек вас вспоминает очень сильно. Может, это подруга ваша, может, знакомый ваш. Тяжело, говорит. Тяжело что? А, у каждого своя жизнь, говорит этот человек. И мы в этой жизни стараемся делать что-то, да. И вот у этого человека, он или она, он имеет что-то стабильное настолько, что вот ей, либо ему кажется, что нельзя сдвинуться с места и что-то вернуть в ваших отношениях. Хотя очень хотелось бы. Здесь прямо нахлынули такие воспоминания на этого человека, что сложно представить исход. А что такое? Ну вот напишет и все. Напишет. Напишет, что вы из сердца этого человека никогда не пропадали. Может, даже и так. Там уже понесло. Ну что ж, пускай проявляется кто-то, этот кто-то. Здесь, видите, для мужчины может быть женщина, для женщины может быть мужчина. А может, это подруга, либо друг сердечный такой, знаете, когда прям все было у вас. Так, давайте смотреть. Сразу не показали, видите. Значит, тут различные могут быть. Кто еще вспоминает вас? Кто еще вспоминает о вас? Есть кто фигуру? Покажите. Есть кто вспоминает о вас? Кто? Кто есть фигура? Есть рыцарь мечей. Говорит, я вернусь. У меня хватит энергии и силы что-то ей высказать. Либо что-то, вот как-то нападка какая-то. Кто ты рыцарь мечей для этого? Или этого, кто смотрит? Кто ты? Ну, я не вижу, что прям кто-то, этот человек, вам, да, чтобы там отношения какие-то были. Это что-то, не знаю, может быть, ну, какой-то менеджер магазина, да, который вам обещал позвонить. Он, например, стойко стоит на какой-то своей позиции. Я про то, что это что-то незначительное, либо какой-то знакомый, который что-то, может, вы обещали ему. Вот. У человека стабильная какая-то позиция, от которой он не отступает, защищает свою, видите. Вот. И вот у него, кто это вам, человек? Это какие-то дела. Дела рабочие, дела бытовые. Здесь человек прорвётся, вернётся. Но почему он старшими арканами? Тут что-то, знаете, как... Вы как пожалеете этого человека, вот, с его появлением. А почему? Что вам делать нужно, чтобы сохранить целостность вот в этом, в этой ситуации? А оно тут уже происходит. А вам вот как вести себя вот в этой ситуации? Тут прям изменения уже идут какие-то в этих ваших общениях. А вам? Десяточка мечей. Вам сказать стоп. Никогда. Вот эти слова почему-то нужно вам произнести. либо стоп никогда для какого-то действия человека, либо стоп никогда для самого появления человека. Тут уже посмотрите. Будет сопротивляться. Вот. Говорить приятные какие-то слова. Но вы-то мудрый человек. Вы ему умеете сделать так, чтобы остановка, а потом рвануть. То есть тут нужно как-то повести себя правильно, чтобы этот человек, с которым вы будете общаться, по вот этой выкладке. Вас правильно понял. Ну, тут прям пошли старшие арканы. Тут что-то такое, знаете, как если вы правильно поступите, значит больше ошибок. Больше не совершите какую-то там ошибку в общении с этим человеком. Да. Не согласитесь. Либо наоборот согласитесь. Это тут уже такая ситуация, когда... Ну, тут нет. Да. Тут все-таки не согласитесь с чем-то. то в будущем, это уже как проверка случилась, и вы тогда получаете ответ на вопрос. То есть вот эта луна закрывается... Смотрите, луна, звезды и солнце. Вы в правильном направлении идете по, возможно, даже решению какого-то вопроса с этим человеком. Так, ну, вот как-то так. Есть ли совет какой-то от карт, от высших сил в общении с этим человеком? Будьте осторожны. Присматривайте. Знаете, как вот собака-подозревака ведет себя. С другой стороны, смотрите, с этим человеком лучше проще общаться, да, вот как-то так. Так. Потому что сдаивание энергии может быть. Ну, либо вы как-то неадекватно себя чувствуете с этим человеком. Так, хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Так, я забираю все карты. Вот кто-то вспоминает вас. С Пентакли. А кто это такой? Кто это такой? Ой, это так интересно. Это ваша гордость, ваша ценность. Что-то, что-то, что-то важное, что-то прекрасное, да, вот в этом человеке. Тут может быть кто-то, ваш родной, какой-то ваш родной человечек, либо очень-очень хороший, хороший друг, который не может без вас, скучая без вас. Ну, я тут вижу, по большей части, там, например, вспоминает ребёнок маму, либо ребёнок папу, если вы папа. Какой-то маленький ребёнок, маленький человек, маленький человек, будем так говорить. А что вспоминает? Что вспоминает? Как вы вместе что-то делали, проводили время, какое-то начало, как было всё, было всё у вас так азартно, интересно, что была связь какая-то, вот так вот, или есть эта связь между вами. Хочет ещё общения. Ну, вот тут что-то хорошее, да, вот идёт. Причём очень быстро этот человек даст о себе знать. Просто заскочит в ваше пространство и захочет, ну, как, вот этот обмен, обмен энергиями, ну, поговорить, либо поиграть там с вами, вот как-то так. Вот. Почему-то здесь король идёт, может, это какой-то... связано... Почему король? Почему король? Связано что? Если здесь маленький человек шёл. Защиты хочет этот человек, маленький, и ждёт своего времени, да, ждёт своего часа, например, там, с вами поговорить, либо с вами пообщаться. Хорошо. Вы поняли, кто это? Давайте так. Ну, я думаю, что этот человечек, это очень хороший и нужный вам человек, возможно, родной человек, либо вы так его можете называть. Для кого-то это... Даже ребёнок может быть, либо человек, с которым вы очень-очень близки, и вы прям вот беспокоитесь о нём всегда. Как... Что у этого человека? Как проходит день? Вот такое. Хорошо? Когда такие люди тоже вспоминают, да? Как вам быть? Посмотрим сейчас. Ну... Откинуть какие-то иллюзии, почему-то вам говорят. Откинуть, закончить с тем, что не так важно. Вот. Закончить с тем, что не так важно. Просто закрыть эту тему, чтобы царил мир, радость, покой. Вот какие-то такие стены домашние показывают. Либо ну как-то побыть с этим человеком вместе в одном пространстве. Вернуть то, что было хорошее, и взять из настоящего то, что происходит сейчас. повести себя как хозяйка положения. Обогатить эти отношения. Ну тут, в общем, тут хорошо, тут все понятно. Даже вот этот... Эта карта говорит, что это что-то, что очень важно для вас. Например, там, человек семьи вашей. Так, есть ли еще кто-то? Вот если выпадет фигура, да, значит, кто-то вспоминает. Посмотрим. Есть ли кто-то, кто вспоминает. Если не фигура, значит, нам хотят просто дать совет. Итак, кто вспоминает вас? Кто это? Фигура есть? Смотрите. Возможно, сейчас... Нет, фигуры нет. так как я и загадала здесь, да, значит, нет воспоминания сейчас человека, о котором вы сейчас думаете. Вот тот, о котором вы сейчас подумали, не вспомнил о вас. Тут дьявол и карта завершения, мирного завершения, благополучного какого-то завершения, да, она хочет сказать вам эта выкладка, что, ну, вернее, как высшие силы через эту выкладку, что не стоит сейчас морочить себе голову и душу, воспоминая какого-то человека. Тут уже идет как-то рекомендация, что ли, потому что это вынимает, высасывает последние слоки из вас. Вот это, возможно, не всем сейчас рекомендация, но для тех, кто вот как-то кого-то в голове такого держит, кто не может отказаться от общения с каким-то человеком, может быть, и со стороны плохой, да, допустим, кто-то должен вам, да, вы в голове держите, не можете отпустить эту ситуацию, а толка от этого нет. вот как-то по-другому надо, решать вопросы. Либо кого-то очень болезненно воспринимаете, что вот нет этого человека, понимаете, вот вам говорят, что постарайтесь сейчас понять, что вы центр вселенной, да, центрируйте на себе вселенную, потому что тот человек, о котором вы, например, думаете, да, о котором сделали центром сейчас ваших мыслей, он совершенно не собирается поступать так, как вы видите это в ваших действиях, он будет делать так, как он хочет, всё, вот так, вот так, мои дорогие, я очень рада вам за то, что вы были здесь со мной, благодарю вас за ваше присутствие, за вашу энергетику мощную такую, за ваши лайки, за прекрасные слова, которые пишете мне в комментариях и за финансовую поддержку, безмерно вас благодарю за это, пускай в ваших сердцах всегда царит любовь, всегда вы в хорошем настроении, хорошие люди пускай окружают вас и пусть вселенная вас в разы больше благодарит за то, что вы приносите сюда, всего доброго, пока-пока.